Доброе утро! Посмотрите, мы находимся в начальной школе. Маленькие стульчики, маленькие парты. Очень важно для учителя начальных классов, чтобы кабинет был уютным, ведь он как второй дом для малышей, ну и сама учительница как вторая мама. И именно с такой героиней мы сегодня познакомимся. Самая красивая и добрая. Так Сабину Мерзаевну называют ученики. Сабина Ибрагимова, учитель начальных классов Оленигорской школы номер 7. В новом учебном году ее подопечные пойдут во второй класс, а пока в летнее время она работает воспитателем в оздоровительном лагере при школе. Доброе утро! Родина нашей героини – Туркменистан. Страна в Центральной Азии, омываемая водами Каспийского моря. Там находится пустыня Каракум и руины древних поселений, через которые когда-то пролегал Великий Шелковый Путь. Осенью 2018 года Сабина с супругом променяли Ласковый Юг на Крайний Север. Мы всей семьей сюда переехали, мы участники госпрограммы по переселению соотечественников в Российскую Федерацию. Мы вот таким методом решили, мы выбрали этот способ для переселения. А мы, ваша семья – это? Это мой муж и мой маленький ребенок. Мурманская область – один из приоритетных регионов программы переселения соотечественников. Супруги Ибрагимовы выбрали Кольский край не случайно. Регион нуждается в педагогических кадрах, и здесь живут их родственники. Все нам задавали вопрос, а куда вы едете? В Мурманскую область. Куда? Это где? Вы что, с ума сошли? Ну, есть такие, которые говорили, это где? Мы говорили, это на севере. Вы что, с ума сошли? Куда вы едете? Ну, был, конечно, перед нами такой, знаете, страх. Но я хочу сказать, мы ни на минуту, мы здесь уже живем почти два года, ни на минуту мы не пожалели о том, что мы приехали в этот город. Люди здесь очень добрые, доброжелательные. Хочу сказать, куда бы мы ни обращались со своими проблемами, с просьбой, там что-то помочь нам, никто нам не сказал нет. Все прям с распростертыми руками, объятиями, все-все-все, молодцы. Квартиру супруги Ибрагимовы приобрели сразу, хотя комитет по образованию предлагал поддержку и в жилищном вопросе. Супруг устроился работать автокрановщиком на Оленигорский ГОК. Сына приняли в детский сад, а сама Сабина обратилась за помощью в комитет по образованию. Мы сразу себя нашли, естественно, мы сразу пустились в поиски работы. В первую очередь я обратилась за трудоустройством в комитет образования. Спасибо огромное Ларисе Федоровне Орловой, которая поспособствовала, которая помогла, сразу же прям заинтересовались мной. Предложили седьмую школу, прям мгновенно, быстро бегите туда в школу, все возьмите все документы, все-все-все, что у вас есть, несите туда. Аттестат об окончании русской школы, диплом Туркменбашинского педагогического училища и отличный русский язык. Такого ценного сотрудника руководство школы с удовольствием приняло в штат. Сабина Мерзаевна прошла процедуру признания диплома, окончила курсы повышения квалификации и влилась в коллектив. Когда я пришла сюда, все так настороженно смотрели, но прям влилась моментально в коллектив. Девочки вообще великолепные, дружелюбные. Все сразу подсказывали, все помогали, все. Сабина Мерзаевна, не переживайте, не переживаю, слава богу. Коллектив очень хороший, у нас руководство великолепное. Классный кабинет Сабины Мерзаевны пока пустует и ждет учеников. И малыши, и их родители очень надеются, что грядущий учебный год пойдет по плану. И 1 сентября дети сядут за парты, будут учиться и общаться вживую, а не онлайн. Леана Мхитарян, Диана Бабаева и Виталий Попков, ТВ21+.